По идее, где-то здесь и находится наш дом с Даркнета. Посмотри, это он, это Крик. А он живой, а ты видишь? Это человек. Просто жесть, это реальные трупы людей. Что творим, бро, меня зовут Сергеонис. И, бро, сразу же, просто сразу же, приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь, боди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, против песни очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою супрем-банду, чтобы смыслный боди на ютубе. А также сегодня со мной идёт, снимает Настя. Привет. Эй, банда, все вы помните дом с Даркнета, который я покупал ещё аж полтора года назад. В этом доме я был всего лишь два раза. Первый раз, когда мы его только купили. Второй раз, когда призывали скромника. После этого я сразу же продал этот дом в том же самом Даркнете. Его купили почти моментально. Я уже и забыл про это, как вдруг позавчера мне позвонил сосед этого дома. И рассказал, что каждую ночь из этого дома слышно жуткие крики. Я, банда, естественно, очень сильно испугался. Сказал, что этот дом был давно протан. Но остается это просто так. Я не мог, именно поэтому сегодня я здесь. Я хочу запустить здесь свой трон и узнать тоже новый житель этого дома. И также узнать, почему из дома слышны эти жуткие крики. А тем временем, бро, давайте на это видео наберём 20 лайков. И тогда в Даркнете я сниму дом под номером 666. Я слышал, что обычно в таких домах живут призраки-полтергейсты. Так что поди скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насте. И среди инстаграма банда мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам в директ и всё, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что поди скорее ссылка в описании, ставь лайк. А мы теперь запускаем наш трон. Погнали! Итак, банда Настя уже запустила трон. По идее, где-то здесь и находится наш дом с Даркнета. Но я очень слабо помню, какой он и где он вообще. Просто посмотрите, сколько здесь домов, и любой из них может быть наш дом с Даркнета. Но одно я помню то, что он был где-то в начале этой улицы. Возможно, даже ты взлетела в правильном направлении, он где-то здесь. Но пока что ничего не понятно. Особенно зимой банда, все дома практически одинаковые, потому что всё заброшено снегом. О, господи, я не понимаю, где он. Посмотри, это не он посередине. Очень похоже на тот наш дом. Это он? Да, похоже. О, банда, посмотрите, это он. Именно на эту крышу вылазил тогда скромник. Окей, тем не менее, мы уже хотя бы нашли этот дом. И, по идее, здесь кто-то живёт, потому что есть следы. Посмотрите, там всё же кто-то ходит. И видите это? О, господи, неужели сосед нас не обманул? Но мне почему-то кажется, что здесь живёт обычная семья. А у соседа просто какая-то шиза. Потому что этот посёлок не с очень хорошей репутацией. Тем не менее, банда, пока что ничего плохого не видно. Возможно, здесь реально живут хорошие люди. Это у соседа какая-то шиза. О, банда, посмотрите, в этом доме открыты двери. Вы видите это? Ну и здесь он находится прямо сейчас. Здесь реально живут люди, сосед нас не обманул. Кстати, там сзади стоит сарай. К сожалению, когда мы купили этот дом, мы не смогли в него попасть. Хотя очень интересно было узнать, что же там находится. Окей, возможно, сейчас Настя сможет к нему как-то немного подлететь. И мы рассмотрим в окнах, что там есть. Очень странный сарай. Он уже практически развален. Странно, что новые жители просто его не сломают. Потому что он же скоро сам упадёт. Окей, вот Настя подлетела. И там ничего не видно. Просто окно чем-то заблочено. И вы видите это? Там никого нету, ничего не видно. Уже много листа никто не входил в банду. И вы видите это? Это очень странно. Окей, тем не менее, банда Настя всё ещё продолжает летать. И старайся так, чтобы нас не услышали. Потому что если жители услышать, они сразу же убегут. Посмотри, что это? Это какой-то кровавый отпечаток или что? Вы видите эта банда? Что это такое? Попробуй подлететь ближе. Кто сейчас? Неужели здесь реально живёт маньяк? О господи, что это такое? Это похоже на кровавый отпечаток руки. Ты видишь это? О господи. Кто-то вылазил через эту форточку. Вы видите эта банда? Там кровь. Это просто жесть. О господи, такая жесть брызги крови на снегу. Просто жесть. Вы видите это? Нас не обманули. Здесь реально живут какие-то маньяки. То есть крики реально были ночью. Это просто жесть. О, посмотри аккуратно. Там кто-то идёт. О господи, кто это? Чёрт, банда. Кто это? Видит такой чёрный плащ. Просто жесть. Не в это не верится. Неужели это какой-то маньяк? Он полностью весь в чёрном. О господи, кто это вообще такой? Нас не обманули. Банда. Здесь реально живёт какой-то маньяк. Там был кровавый отпечаток руки. Вы это видели? А только что мы, похоже, сняли этого самого маньяка, который был полностью во всём чёрном. Это очень странный человек. Окей, тем не менее, мы продолжаем за ним следить. О господи, просто посмотри, он вошёл внутрь. Ты видела это? Чёрт, мне кажется, что он уже услышал наш дрон. И больше он уже точно не выйдет на улицу. Нужно срочно придумать что-то новое. Я пока что не знаю что. Пока что просто улетает от этого дома, потому что он схватит наш дрон. Окей, супрем-банда. Я не знаю, что делать возможно. Мы можем дождаться ночи. Как-то приклеить нашему дрону фонарик и запустить его прям внутрь. Внутрь этого дома. И тогда мы снимем этого маньяка и всё, что происходит там внутри. Тем не менее, банда, скоро уже потемнеет и будет ночь. Нужно срочно что-то придумать. Окей, банда, как видите, на улице ночь. То, что я и говорил, потемнело очень рано. Тем не менее, банда, вот что мы придумали с Настей. Что сегодня мы просто обязаны влететь внутрь этого дома. Мы должны изнутри увидеть, как же выглядит дом настоящего маньяка. Именно поэтому вот что я подготовил для своего дрона. Сверху на дроне прицепил фонарь, чтобы когда он летел, впереди всё освещалось. Итак, вместе с вами, банда, мы увидим все секреты этого маньяка. Это просто нечто, банда. Ранее мы такого не делали. Именно поэтому давайте уже запускать дрон и подлетать к этому дому. Итак, Настя уже подлетает к этому дому. И посмотрите, здесь всё ещё открыты двери. Мы сможем запросто влететь внутрь. К сожалению, в октах мы ничего не можем рассмотреть, потому что они закрыты полностью шторами. Скорее всего, чтобы обычные люди ничего не увидели, потому что ему явно есть что прятать. Итак, мы уже начинаем понемногу влетать внутрь. Я так переживаю за свой дрон, потому что мы его сегодня точно потеряем. Если он сам где-то здесь не останется, то его просто поймают этот маньяк. Тем не менее, мы уже внутри. О, господи, я и забыл, как здесь жутко. Просто посмотрите, что это внизу, какой-то чёрный мешок. Ты видишь это? Да, вижу. Это похоже на мусорный мешок, но зачем он здесь? Неужели он в этих мешках прячет трупы? Их тут так много. Да, просто вся веранда в этих мешках. Вы видите, это банда. Это реально шутка. О, господи, мне просто не верится, что мы сегодня снимаем в таком месте. Это реально логово маньяка. И что это? Что-то красное похоже на кровь. Ты видишь? Фу, вижу. Это просто ужасно. Это реальный кровь банда. Мне кажется, что кто-то убегал от этого маньяка. Он просто ударил его по голове и полетели брызги крови на это окно. Это такая жесть. Как же это стрёмно. О, господи, это ещё что за мешок? Ты видишь это? Да, вижу. Почему он вообще подвешен к потолку? Как будто он что-то там хранил. Да, и вроде бы пустой. Да, там реально пустота. Там вон даже дырку видно. Зачем он вообще здесь висит? Это такая жесть банда. Мне просто в это не верится. Мы находимся в реальном логове маньяка. Здесь реально висит пустой мешок. Но зачем? Зачем вообще было его подвешивать? Возможно, чтобы мы же чего-то не достали. О, чёрт, просто посмотри, что это? Столько здесь кровища банда. Вы видите это? Это реально стрёмное место. Посмотри, там нож в крови, ты видишь? Да, видно. О, господи, что это за мешок? Почему он полностью в крови? Что с ним? Такая жесть. Мне почему-то кажется, что он этот мешок надевал на голову своим жертвам. После чего избивал их, именно поэтому здесь кровь. Выглядит как свежая. Да, реально, как будто вот он кого-то недавно избивал. Это такая жесть, банда. Реально стрёмное место. Здесь прям с первых секунд понятно, что мы находимся в реальном логове маньяка. Чулане вроде бы ничего не видно. Никаких трупов, никаких жертв. Всего лишь лежат какие-то вещи. Но это нож, это реально жесть, банда. Я боюсь представить, что он с ним делал. Он реально полностью в крови. Мне кажется, что это настоящая кровь. Вряд ли он кого-то хотел напугать. Просто жесть, он здесь так лежит. Мне просто в это не верится. Мы реально сегодня находимся в страшном месте, в логове настоящего маньяка. Этот мешок, этот нож реально ужасно выглядит. Окей, я думаю, что мы уже можем лететь в другие комнаты. Мы и так слишком здесь всего лишнего увидели то, что явно не должны были видеть. И это только первая комната. Очень страшно, что дальше. Да, я тоже боюсь представить, что будет дальше. И ещё очень странный мешок. Почему он вообще подвешенный? Зачем подвешивать мешки? Я никогда этого не понимал. Окей, тем не менее, банда. Это реально шутка. Мы сегодня находимся в реальном логове маньяка. И когда днём мы пересматривали то, что мы уже оседали, мне почему-то показалось, что это был крик. Вы все знаете крик. Огромная маска, огромное лицо с огромным ртом. Это реально было похоже на него. Возможно, в этом доме поселился реальный крик. И, кстати, мы немного порасспрашивали соседей. Они рассказали, что в их посёлке не пропало ни одного человека. Но от соседних посёлков пропадают без вести буквально по 10 человек в день. Это очень много банда. Здесь живёт ненормальный маньяк, что очень похоже на Крика. Обычный маньяк такого бы точно не сделал. 10 людей в день, это же очень много. Тем не менее, банда, давайте уже продолжим наблюдать за этим местом. Итак, банда, вот этот коридор, с помощью которого мы могли бы попасть внутрь этого дома. Но почему-то все двери закрыты. И это очень странно. Почему? Окей, возможно, мы каким-то образом можем прилить внимание этого маньяка, чтобы он вышел. А мы после его как-то влетели внутрь дома и рассмотрели всё. Но как это сделать? Это очень странно, банда. Я просто не знаю, что делать. Возможно, на этом приключение наше закончилось. О, посмотри, что это право внизу? Какой-то мешок. Ты видишь это? О, я вижу. Такие странные знаки на нём. Что это? Мне кажется, что в этом мешке находится какое-то запретное вещество, с помощью которого этот маньяк избавляется от трупов. То есть он просто трупы посыпает этим веществом, после чего их просто разъедает. Это так званая кислота. Иначе я не знаю, как объяснить то, что находится в этом мешке. О, посмотри, там лестница. Погоди, если открыть чердак, ты сможешь залететь наверх и посмотреть, что там находится. Попытайся как-то немного отлететь назад, чтобы дрон приподнялся, мы увидели, ли он открыт. О, посмотри, чердак открыт, ты сможешь залететь наверх и посмотреть, что там. Это просто жесть, только аккуратно лети, ни во что не врешься. Держу в курсе, банда, когда мы покупали этот дом, мы не вылазали на этот чердак, потому что очень боялись. А сегодня мы сможем запросто залить оттуда на своем дроне и увидеть, что там находится. Возможно, там даже маньяк хранит какие-то свои вещи. Это будет реально интересно. Итак, вот Настя аккуратно взлетает на чердак. Просто посмотрите, сколько здесь вещей. Это еще что, белый какой-то батут? Да, у меня такой был в детстве. Это просто жесть, сколько снега. То есть крыша все-таки дырявая. Скорее всего, что это уже скромник ее пробил, когда вылазил наверх. О, господи, я все еще в шоке, что мы не разбили дрон. Мы взлетели на целый чердак, а дрон все еще цел. Эту штуку, я, кстати, помню, увидели в прошлый раз. Она стояла в коридоре. О, господи, это еще что? Что это такое белое? На кровать похоже. Какая-то маленькая кровать, возможно, детская. Это реально стрёмно. Погоди, там были вещи. О, господи, верни назад. Что, если это вещи тех людей, которых уже убил этот маньяк? Он просто их раздел и избавился от трупов, а здесь хранит их вещи. Это реально стрёмно. Мне просто в это не верится банда. Мои теории реально жуткие, но нереально могут быть правдивы. Так, я не понимаю, что это белое. Реально кроватка, это еще что? Какая-то клетка, вы видите это? Там еще что-то белое, какой-то снег или что? О, господи, что это такое? Ничего не понятно, банда, вы видите это? О, черт! Оно живое, ты видишь? Это человек! О, черт, супреманда, вы видите это? Там реально живой человек, живая девушка. У нее черные волосы длинные. Это просто жесть. Мне кажется, что она уже сосла с ума. Она просто машет нам. Скорее всего, что она слышит нас, трон, не зовет нас на помощь. Мы должны ей помочь, Настя. Что, бедненькая? Это реально жесть. Мне просто не верится на чертах, у этого маньяка живет человек в клетке. Скорее всего, что когда мы снимем это видео, мы отнесем его в полицию, чтобы они спасли эту девушку. Нам реально очень ее жаль. Тем не менее, банда на себя уже спускается. Это просто жесть. Там была реальная девушка в клетке. Этот маньяк максимально сумасшедший. Зачем вообще такое делать? Окей, Настя уже спустилась вниз. Друзья, посмотри, что это? Дверь открыта. О, господи, мне кажется, что маньяк услышал наш трон и вышел на улицу проверить. Таким образом, он открыл дверь, а мой план сработал. Теперь мы можем лететь внутрь и посмотреть, что там. А что это? Господи, ты видишь это? Да, что-то подвешено. Какие-то черные мешки. Такие же черные мешки, как и лежали в веранте. Такой же мешок, как и был подвешен там. О, господи, это очень похоже на людей. Надеюсь, это не трупы. О, черт. Реально, туловище как будто у человека. Голова, туловище, ноги. О, господи, банда, вы видите это? Просто жесть. Если это реальные трупы, то, скорее всего, такой же самый был подвешен и в веранде. Именно поэтому там тот мешок. Это просто жесть. Банда реально очень похожа на трупы людей, которые просто подвешены к потолку ногами вверх. Это реальные трупы. Банда, просто посмотрите, как они выглядят. Вы видите это? О, господи, там как будто волосы свисают. Ты видишь? Да, вижу. О, черт, банда, я уверен на 100%, что это трупы. Это реальные ноги, посмотри. Прямо очень сильно похожи на ноги. Да, очень сильно. Просто жесть, банда. Что это? Господи, я до последнего надеюсь, что это не трупы людей. О, черт, это реальные логово маньяка. Нормальный человек с таким бы явно не жил. Ты видишь это? Я что вижу. Просто жесть, я это такой маленький, как будто ребенок. О, господи, просто жесть, банда, что это вообще такое? Там на столе лежат еще мешки. Черт возьми, посмотри, слева там реально волосы. Да. О, господи, просто жесть, банда, мне в это не верится. Если ты реально трупы человека, то это самый безбашенный маньяк, которого мы только снимали. Просто посмотри, там реально волосы и немного видно лицо человека. Ты видишь это? О, господи, там белые глаза, у него вырваны веки. Это реальный маньяк, банда, вы видите это? Просто жесть, это реальные трупы людей. О, господи, мне просто в это не верится. Это реальная девушка была ранее. О, господи, выглядит ужасно. И правда, просто жесть, посмотрите. Мне в это не верится, неужели это реально существует в нашем мире? Это такая жесть. Как она вообще называет ту комнату, где у него просто потолку подвешены трупы? Такая жесть, банда, просто посмотрите на это. Господи, это самое жуткое, что мы только снимали. Окей, возвращайся уже назад, лети домой, это просто жесть. Посмотри, это он, это крик. Господи. Господи, ладно, скорее лети за ним, мы должны увидеть, что он делает. Что интересно? Он пошел в ту комнату, лети к нему. Это просто жесть, банда, это реальный крик, самый настоящий маньяк. Только он на такое был способен. А что если эту девушку хочет убить и подвешиваться к самой потолку? Нужно скорее действовать, нужно скорее звонить в полицию. Это реально самое ужасное, что мы только снимали. Я так ворони никогда не видел. Мне прям реально не по себе от всего этого. О, господи, скорее лети к нему, он где-то здесь, в этой комнате. Только будь аккуратно. Скорее всего, сейчас мы уже потеряем свой трон. Мы бы и так его потеряли, мы бы отсюда просто не вылетели. А куда он делся? Он же зашел где-то сюда. Просто жесть, что это за помехи? Ты видишь это? О, господи, вот он, он закрывает двери, нет. Все нашему дрону, конец, это просто жесть, банда, нет сигнала. Это был реальный крик, вы это видели? Он просватил наш трон. Сегодня мы сняли реальное логово маньяка, мне просто в это не верится. Очень жаль, что вы потеряли наш трон. Тем не менее, нужно срочно звонить в полицию, чтобы спасти ту девушку. Так что мне скорее ставил лайк. Двадцать лайков я снимаю топ с Даркнета с номером 666. А также проводком интересного от прошлого видео. Просто какие шикарные, идеальные комментарии. Образ, вдруг ты хочешь попасть в следующий видео, всего, чтобы запуститься ниже. Нажимай лайк, колокольчик и все, брат, уже на видео. Лайкай на какое-то видео, бандит. А также, брат, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Настя. И помни одно, оставайся на видео шикарным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok